Субтитры делал DimaTorzok Кавказ был достаточно густо населенным краем Это горная страна Здесь далеко не везде возможно распахать поля, посадить сады и даже построить дом Иногда бывают такие крутые склоны, что на них ничего не растет и ничего нельзя построить Но там, где есть возможность, люди использовали эту возможность Разбивали сельскохозяйственные угодья А на землях, менее подходящих для сельского хозяйства, для пашни, для сада Строили поселения, дома Пригодная для обработки земля всегда была на Кавказе в дефиците и высоко ценилась Скандинавы называли Древнюю Русь гордарика То есть страна городов Город, град, ограда Это очень древнее слово, которое распространено по всей Евразии Ну, скажем, Штутгард, это то же самое слово Новгород Везде этот корень мы встречаем Конечно, в древности гард, град, обозначало не город большой, как мы все представляем А вообще огороженное поселение Это мог быть даже какой-то отдельный хутор Ну, несколько домов, защищенных оградой Это же слово есть и во многих кавказских языках Оно сохранилось не как значащее слово ограда Но в названиях населенных пунктов И центральная Грузия, картли Карт, это то же самое, что гард или град Это слово того же корня, обозначающее укрепленное поселение Грузия сегодня называется у грузин Сакартвео То есть этот же самый корень карт Корень, обозначающий человеческое поселение С соответствующим укреплением Сохранился в названии страны Тбилиси Это город тепла Ну, Тбилиси вообще, конечно, теплый город Но так он назван благодаря тому, что там Одной из центральных частей города Даже можно сказать сегодня Бьют горячие источники На которых построены бани, курорты По легенде Основание Тбилиси связано с тем, что какой-то цель Охотясь Нашел в лесу эти горячие источники И решил там построить свой дворец Свою резиденцию Очень часто крестьяне И грузинские, и армянские Те, которые жили в районе Восточной Грузии И Северной Армении И очень много их уходило торговать Или на заработки в город В Тбилиси называли его просто городом Но называли его таким Весьма распространенным на Ближнем Востоке Словом Иранского происхождения Калак Я помню, когда я жил в деревне Карданахи в моем детстве Никто не говорил, что я поеду в Тбилиси В город пойду Говорили крестьяне Когда говорили На выезде из Сухум Стоял указатель Значит, это было шоссе, которое вело в Тбилиси И на нем было написано Тбилиси по-русски Тбилиси по-грузински Грузинскими буквами И абхазскими Ну, производными от русской кириллицы буквами Было написано слово «карт» То есть Для абхазов Исторически Велиси был просто Городом из городов Ну, собственно, городом Большим городом Так же, как, впрочем, слово «Истамбул» Стамбул Происходит от греческого выражения «истон полис» То есть «иду в город» «Истон» — это от предлога артикля А «полис» — город И греческий крестьянин говорил «иду в город» Не в Константинополь, а в город «Истон полис» Отсюда произошло турецкое «Истамбул» Нарицательное название города Название «сила» Становилось компонентом имени собственного В грузинском языке Мир Сопели Этот суетный мир Минутный мир Вот и Сопели Но Сопели Так же и Деревня Сила Впрочем, в русском языке тоже Мир Это и мирная жизнь Это и мир вообще Вселенная Это и сельская община Какие-то дела Решаются всем миром А мировой судья Это не значит, что он Судит дела, касающиеся его мира Нет, это значит, что он судит дела, касающиеся данного общества Данной общины Данного маленького мира По всему Кавказу Стоит только копнуть Лопатии археолога И даже вместе Сегодня, казалось бы, заброшенным и диком Мы находим Остатки стен Вымостки мостовых Какие-то следы Человеческой деятельности Хотя бы Каменные Барьеры, разделы Которые отделяли Одно поле От другого Или одну террасу От другой террасы Кроме самых крутых гор Которых, правда На Кавказе много Вся более-менее пригодная для жизни территория Или сегодня освоена человеком Или когда-то в прошлом Подвергалась Такому освоению Так что По всему Кавказу Поселения Человеческие Разбросаны Довольно густо А если Мы Как бы Проявим К жизни Расчистим Раскопаем Все старые поселения Хотя бы мысленно То Практически окажется Что почти вся Более или менее Ровная территория Кавказа Скошь Покрыта Следами Человеческой деятельности Следами Поселений А поселения Конечно Привязаны К более или менее Благоприятным точкам Ландшафта Прежде всего Конечно Для поселения Для любой жизни Необходима вода Вода есть не везде Но там Где протекает Река Или ручей Или даже Есть хотя бы Родник А В степи В пустыне Засушенные Местности Есть возможность Выкопать Колодец И докопаться До водоносного Слоя Там И возникает Прежде всего Поселение Поселения Поселения В принципе У этнографов Разбиваются На несколько Типов Современные Поселения Это квартально Уличные поселения Где более или менее Прямоугольная Сетка улиц Которая Разбивает Площадь Поселения На кварталы Но это Позднее явление И даже Большие Города Древности Средневековья На Кавказе Не имели Такого Четкого Прямоугольного Квартального Плана Они Росли Стихийно Так же Как Растет Дерево Применяясь К рельефу Выползая На освещенный Солнцем Склон Отходя В сторону От тех Мест Где Бывали Оползни Лавины Так вот Росли Кавказские Поселения То есть Преимущественно Это Кучевого Типа Поселения Во всяком Случа На равнине Или на более или менее Пологом Склоне Это Дома Которые Образуют Такую Живописную Внешне Беспорядочную Кучу Жилищ Улицы В них Узкие Кривые Перепутанные Между собой Если это Достаточно Большое Поселение В городах Это Безусловно Так И можно Посмотреть На Крупных Кавказских Городов Даже Современных Мы видим Что там Есть Несколько Проездов Важных Проездов Которые Идут Скажем Вдоль Реки Есть Место Где Когда-то Были Стены Крепостные И Сохранились Их Остатки Отдельные Башни Отдельные Фрагменты Стен Там Где Было Удобно Организовать Оборону А Между Этими Основными Проездами Сеть Таких Паутин Переплетающихся Маленьких Увочек Потому что Каждый Домохозяин Свой Участок Приобретал Расширял Или наоборот Вынужден Было Его сократить И Применяясь Контуром Своего Участка Строил Дом А уж Проезд Между Домами Ну Как Там Получалось И Очень часто Это был Такой Проезд Что Одна Орба Только Могла Проехать Сейчас В наших Городах Возникают Страшные Пробки Ну В древности И транспорта Было Меньше Ну И люди Очевидно Были Покварист И Изговорчивее Так Что Нормально Уступали Друг к другу Дорогу И Конный Оробный Тележный Транспорт Запряженный Быками Верблюдами Мог Функционировать Как-то Обслуживать Эти поселения Так что Кучевой Тип Поселений Это Пожалуй Наиболее Распространенные На Кавказе Как Впрочем И везде Прежде Встречается Линейный Тип Линейные Поселения Они Выстраиваются В одну Линию Вдоль Жизненной Важной Трассы Или Дороги То есть Все дома Стоят Вдоль Дороги Потому что Они не могут Расшириться Назад От дороги Отойти Далеко Потому что Там уже Склон Становится Очень крутой Склон Горы Так что Это не обязательно Прямолинейное Поселение Оно может быть Криволинейным Дорога может Извиваться Но Поселение Построено Вдоль Дороги Образует Какую-то Линию Но это возможно Относительно Очень маленьких Поселений Очень распространенным На горном Кавказе Является Так называемое Компактно-слитное Поселение Они Расположены В горах На крутых Склонах Там где Кучевое Поселение Невозможно Линейное Тем более Невозможно Поэтому Поселение Занимает Крутой Склон Относительно Узкий Участок Потому что Дальше Склоны Могут Оказаться Еще более Крутыми И Непригодными Для постройки И Дома Жмутся Один К другому Они Ползут Вверх По склонам Боковая Стенка Одного Дома Служит Боковой Стенкой Следующего Дома То есть Между домами Нет промежутков Иногда Как в Горном Дагестане В аварских Селах Получается Что Это Один Большой Дом Состоящий Из Многих Как бы Квартир Расположенных На Втором Этаже Потому что Нижний Первый Этаж Отводится Под Хлева Под Помещение Для скота И Не всегда Есть Возможность Из Своего Живого Помещения Спуститься К своему Скоту В свой Хлев Иногда Нужно Пройти По Выступам Несколько Других Соседних Домов И где-то Там В конце Спуститься На Улицу По Улице Вернуться И подойти К своему Скотному Двору Потому что Ну просто Рельеф Не позволял Построить Иначе Дома Идут Уступами И Плоская Крыша Одного Дома Может Служить Двором Или Проходом Переходом Между Домами Более Высокого Яруса Один Дом Может быть Построен Уступами Как бы В два Три Даже Четыре Этажа Но это Не этажи А если Посмотреть В поперечном Разрезе Сбоку Видно Что это Несколько Таких Прямоугольных Постройок Каждая Верхняя Опирается Частично На нижнюю Крыша Нижней Постройки Является Как бы Верандой Или террасой Для Живого Помещения Расположенного Выше По уровню И такой Получается Дом Одной Семьи Ну Многоярусный Дом Где Выше Расположены Живые Помещения Ниже Расположены Помещения Хозяйственные Помещения Для скота Кое-где На Кавказе В частности На юге Армении Распространены Пещерные Дома Там где Мягкая Порода Туф Позволяет Достаточно Легко Выдолбить В скале В горном Уступе Пространства Там Выдолбливались Вырезались Живые Помещения Над ними Помещения Скажем Где хранили Сено Рядом Помещения Для скота И все Это Было Сделано В искусственной Пещере В скале Ну Правда Старались Фасад Выстроить Из камней Из блоков Чтобы он был Более-менее Ровным Так что С улицы Если проходишь Мимо Ну Кажется Как будто Это просто Обычный дом У него есть Даже балкончик Окна Двери Думаешь Что И дальше Он там Построен Так же Как этот Фасад Но нет Проходишь В двери Этого Фасада И видишь Что дальше Идет уже Помещение Вырубленное В скале Есть Монастырские Церковные Помещения В Армении Например Гегард А в Грузии На границе С Турцией Целый город Вардзия И около гори Пещерный город Такой Уплесых Это были Многофункциональные Поселения Они сочетали В себе И функции Живые И функции Оборонительные Потому что Это были Укрепленные Поселения Которые Не так-то Просто взять Стены Города Можно разрушить Но Скало В которую Врублено Какое-то Живое Помещение Или комплекс Помещений Скалу Разрушить В общем Никаким Стенобитным Оружием Невозможно Так что Это были Укрепленные Неприступные Поселения И они же Служили Культовыми Центрами В них Были Храмовые Помещения В них Были Кельи Монахов Так что Они же Были И монастырями Вот Такого Комплексного Характера Помещения Вырубленные В скале Ну конечно Если Эта скала Из относительно Мягкой породы Помещения Были соединены Переходами Или вазами Между собой А люди Жили тесно Здесь Подходило Пословица В тесноте Но не в обиде Потому что Благодаря Тесноте В которой Они жили И умению Не обижаться Друг на друга Не ссориться Между Ближайшими Соседями Они могли Сплоченным Коллективом Обороняться От набегов Каких-то Враждебных сил А Кавказ При его Феодальной Раздробленности При том Что Угорцы Всегда Жили Скудно И всегда Угорцев Умелось Какое-то Желание Или поползновение Пограбить Более богатые Равнинные Севы Угнать Их Скот Захватить Их Там Зерновые Запасы И богатство Взаимные Нападения Разных Общин Друг на друга Не обязательно Разных народов Это могли быть Общины Даже одного И того же Народа Но очень часто Это были К тому же Еще И разноязычные Племена Такого рода Набеги Нападения Были Постоянным Делом Надо было Им сопротивляться Поэтому Поселения Не то что Обносились Стеной Нет Толстые Стены Крайних Домов Сливаясь Друг с другом Образовывали Ну Линию Укрепленную Линию Защиты От Внешнего Мира Окружали Все Поселение А на углах Или на выступах Периметра Поселения Строились Более высокие Башни С которых Можно было Вести Обстрел С которых Можно было Вести Наблюдение И организовывать Оборону В других Местах На Высокогорном Кавказе У Войнахов У чеченцев У ингушей Частично У осетин Усланов В горной Грузии Там При Больмене Разбросанном Характере Самого Поселения При больших Домах Домах Где жили Многочисленные Семьи А семьи Могли начать 20-30 И даже Больше Человек При Эти Грузии Строились Башни У Хевсуров В башнях Жили Постоянно Несколько Этажей Бывал В башне В романе Михаила Девахачвили Белый Воротник Красочно Написано Жизнь Такого Хевсуровского Поселения Где Внизу Там В основании Башни Помещение Для скота Если Нападает Неприятель То весь скот Можно из хлеба Перегнать Вот в это Нишнее Помещение Забаррикодировать Вход И какое-то Время Скот Там будет Пока Не отражено Нападение Неприятеля Выше Живое Помещение Перекрытое Бревнами Самая-то башня Каменная Прямоугольная Высокая На Одном из этажей Служат Женщины А Мужчины Летом В особенности Спят На верхнем этаже Или вообще Даже На верхнем Перекрытии Башни Ну Во-первых Кто-то Наверное Или Часовой Или Во всяком Случае Достаточно Чутко Спит Чтобы услышать Приближение Каких-то Чужих Людей К дому Так что Мужчины Должны быть Наверху Там Откуда Все видно И откуда Все Лучше Простреливается Женщины Этажом Ниже Так что Для Выполнения Своих Супружеских Обязанностей Эти Мужчины Спускались По бревну За рубками По такой Лесенке Вниз И так как В общем-то Там было Темно То Бывало Что Он попадал В постель Не к своей Жене А к жене Своего Младшего Брата Допустим Ну как-то Считалось Более-менее В порядке Вещей Своей Люди Сочтемся Сегодня Ты Моей Жене Подобрался Завтра Я к твоей Подберусь Более-менее Все Утрясется Вот таков Был Быт Живой Башни У слонов Башни Были Нежилого Они Слишком Были Узки Пожалуй Чтобы В них Можно было Постоянно Жить Так что Рядом С башней Стоял Нормальный Распластанный По плоскости Дом Мочуб Деревянный Из бревен С большим Центральным Очагом Где были Свои нары Палати На которых Люди Спали Рядом С ним Располагался Хлев Но В случае Опасности Точно Так же Все И скот Сгоняли В нижний Этаж Башни По возможности Если он Там помещался Столько Сколько Там могло Поместиться И сами Люди Уходили В башню А воины Занимали Верхние Ярусы Башни Где были Специальные Балкончики Или Бойницы Из которых Можно было Вести Обстрел Очень Женахального Врага Который Пытался Скарабкаться На стенку Башни И там Что-нибудь Соорудить Вроде Пролома Его Можно было Оттуда Полить Кипяточком Ну Всякого Рода Такие Защитные Приспособления Так что Вот такой Тип Домов С башнями Или домов Башень Тоже Был Распространен Преимущественно На Западном Кавказе Потому что На Восточном Кавказе Уже Целые села Представляли Собою Крепости Где Башенные Постройки Тоже имели Место Но В виде Элементов Оборонительного Комплекса Всего Поселения В целом Поселение Имеет Как правило Три Основных Компонента Ну Может быть Четыре Хотя это уже Не совсем Поселение Во-первых Жилые кварталы Кварталы Где Преимущественно Живут Родственники Отец мой Родился В селе Карданахи В Кахетии Там Наши предки Жили Моего Прадеда Всего лишь Не очень Далекого Предка Прадеда Деда Моего Отца Мы его Звали вообще По церковному Давид Но Так его Звали Тату Потомки Этого Моего Прадеда Несколько Братьев Со своими Детьми Среди которых Был И мой Отец Они Образовывали Некоторый Квартал Который Известен Как Татулиант Убами То есть Как Квартал Детей Или Потомков Татула В других Селах Другие Кварталы Они Как правило Так и Назывались По имени Того Старшего Человека Который Первым Построил На этом Участке Дом Здесь Построили Свои Дома Его Дети Когда Обзавелись Собственными Семьями И дети Его Детей Иногда Такие Кварталы Имеют Довольно Большую Древность Иногда Не Очень Большую Но Вот Они Так Называются И Как правило Родственники Живут Более Или Менее Компактно В Одном Участке Села В Одном Из Кварталов Вот Из Таких Кварталов Состоит Живая Часть Поселения Кроме Того В Поселении Имеется Какое-то Культовое Здание В Христианских Районах Среди Грузин Среди Армян Это Были Церковь Каменная Довольно Солидная Определенным Каноном Выстроенное Строение Иногда Очень Древнее Есть Сева Церкви В которых Заброшенные В советское Время Но Сейчас Восстанавливаются И в них Опять Есть Священники В них Опять Идет Служба Церкви Даже Девятого Десятого Века Двенадцатого Еще чаще Встречаются Ну так Правда В большинстве Своем Этим Все-таки Церкви Сельские Церкви Они Шестнадцатого Семнадцатого Может быть Уже даже Восемнадцатого Или девятнадцатого Века Постройки Потому что Многие Еще Бывали Заброшены Потом Они Заселялись Восстанавливались Снова И Разрушившиеся Церкви На том же Самом месте Как правило Строились Заново Или Во всяком случае Капитальному Ремонту Перестройки Подвергались Существовшей Ранее Церкви У христиан Иногда Кладбище Бывает Около Церкви Но это Первоначально Потом Все-таки Места Не хватает Близко Живые Кварталы Так что Только Самые Старые Могилы Находятся В непосредственной Близости От церкви А более позднее Кладбище Выносится На окраину Села Это почти Повсеместно Так В мусульманских Районах Это Мечеть Кладбище В мусульманских Районах Пользуется Как бы Меньшим Вниманием В исламе Вообще Чем Крестьянстве В исламе Считается Что Ну Человека Похоронили Помянули И В конце концов Он Должен Слиться С Природой Уйти В небеса И Отчасти По крайней мере Должно Наступить Его Некоторое Забвение Ну В разных Направлениях Ислама По-разному Так что Мусульманские Кладбища Тоже имеют Памятники Иногда Бывают Мавзолеи Склепы Впрочем Склепы Характерные И для Карачая И для Осетии Для тех мест Где в общем Сильно Язычество И где Это язычество Перекрыто Или христианством Как в Осетии Или исламом Как скажем Карачае Или в Ингушетии Лишь В относительно Позднее Время Даже очень Позднее Потому что В Ингушетии Последние Языческие Жрецы Принимали Ислам И уносили Свои священные Предметы В пещеры И замуровывали Их в этих Пещерах В знак Того Что они Прекращают Языческое Богослужение И полностью Входят В вороны Ислама Это происходило На памяти Ныне Живущих Людей В самом Конце 19 Начале 20 Века Так что Несмотря На Усилия Фанатичных Мусульман Разных Направлений Ваххабитов Скажем Сегодня Или Шамиля И других Имамов В начале 19 Века Которые Очень жестоко Расправлялись С селами Продолжавшими Практиковать Языческую Обрядность Несмотря На это Язычество Сохраняется На Кавказе Даже В исламизированных Районах Ну а В ней Исламизированных Таких Как у осетин Или у абхазов При том Что люди считают себя Христианами Что они Крестятся Крестят своих детей И даже могут Венчаться В церкви Хотя и не обязательно Но все равно Считают себя Христианами Все-таки Для этих людей Их языческие Святилища Пожалуй Играют гораздо Большие роли Пользуются Гораздо Большим Авторитетом Чем Христианские Храмы Хотя и в Азии Есть христианские Храмы Шестого века Древние Храмы Хорошо Сохранившиеся В них Продолжается Служба Но рядом с ними Точно так же Не с шестого А наверное С двадцать шестого Века До нашей эры Эти Святилища Существуют И В них Не Прекращается Какая-то Ритуальная Богослужебная Жизнь Есть династии Людей Которые Обычные Крестьяне Но которые В своих Семьях Хранят Знания Жрецов Этих Святилищ И Руководят Эти Плавами Которые Время от Времени Там Организуются Так что При селе Может быть Церковь Или мечеть И может быть На краине Сева Или вдали На каком-нибудь В пустыре А иногда Уже В лесу Но не слишком Далеко Какое-то Языческое Святилище Или остатки Этого Святилища Какой-нибудь Камень С изображениями Особое Священное Старое Имеющее Многовековой Возраст Могучее Дерево Дуб Или сосна Или что-нибудь Вот в таком Дури Путешествую По Кавкажу Часто Натыкаешься Где-то Подаль От Поселения От деревни Просто На берегу реки На опушке Леса Вдруг Стоит дерево Которое Увешано Ленточками Это Священное дерево И проходящий Мимо человек Или человек Который Пришел Туда Чтобы совершить На вольном воздухе Жертвоприношение Скажем Зарезать Барана Сварить его И вместе С родственниками Съесть Отдав Какую-то Долю Конечно Символическую Духом Предков Или Духом Местности Люди Приходящие Туда Отрывают От своей Рубашки Или от Носового Платка Даже Какую-нибудь Ленточку Полоску Ткани И завязывают На ветках Это дерево Ну, кроме того Вокруг Села Там, где Это удобно Располагаются Дока Места, где Производится Обмолот хлеба Где колось Обмолачивают Провеивают Собирают Зерно Потом Его Разносят По Амбарам Если Есть Ручеек Или река Достаточно Силы То Часто Имеется Мельница А если Большое Силы То даже Может быть Две И три Мельницы Вот Таким Комплексом Предстает Поселение В нем Есть Собственно Живые Участки Транспортные Проезды Улицы И переулочки Между Между Этими Живыми Зданиями Как я С самого Начала Сказал Очень Важно Водоснабжение Ну Водопровода Как правило Нет Хотя К отдельным Домам Могут Подходить Канавки Орыги Но Как правило Все таки Вода В дефиците Спускаться К реке За ней Далеко Поэтому Очень Большое Значение Имеет Наличие Родников И В маленьком Селе Один Родник В больших Селах Есть По Несколько Родников И К этим Родникам Постоянно Сходятся Женщины С Кувшинами Несколько Раз в день Они Идут Туда Чтобы Заполнить Свои Кувшины И Принести Воду Домой Ну Уже Довольно Маленькие Девочки Подростки Уже Начинают Ходить За водой Помогать Старшим Приносить Воду В дом Родник Это место Где Женщины Встречаются Где Они Беседуют Между Собой Сплетничают Обмениваются Новостями И Очень Часто Будущие Браки Породнение Семей Между Собой Какие-то Межсемейные Мероприятия И так далее Зарождаются Первоначально Обсуждаются Вот это Именно В этих Беседах Родника Потому что Струи Они Очень Сильные И Пока Они Ждут Своей Своей Очереди Наполнят Свой Кувшин Они Успевают Обо Многом Между Собой Переговорить Когда Я Был Подростком И Когда Я Жил У Бабушки Отец Часто Со мной Приезжал Мама Реже Ну и Отец Меня Привозил Какое-то Время Проводил Со своей Матерью С моей Бабушкой Она Занималась Домашним Хозяйством Хозяйство Было Несложное Домик Маленький Но Был У нас Ослик И В мои Обязанности Входило Водоснабжение Так что Несколько Раз А для Меня Это Было Большое Удовольствие Несколько Раз В день Я Седвал Ослика Ставил На него Сделанные Из Прутьев Каркасы Для Поддержки Кувшинов Вставлял Туда Два Кувшина Сам Садился Сверху На Седло Шлепал Ослика Палочкой И Мы Бодро В горку Цоп 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 Шли За пределы Села Где Был Мощный Родник С очень Хорошей Водой Заполнял Эти Кувшины Ставил Обратно Держатели По Обе Стороны Седла Садился И Вниз Под горку Мы Бодро Ехали Так По Несколько Раз в день Я Снабжал Бабушку Водой Для всех Ее Хозяйственных Надобностей Так же В общем Жили И Другие Хозяйства Для них Для всех Водоснабжение Было Одной Из Самых Важных Хозяйственных Функций Казалось бы Беспорядочно Разбросанное Среди Деревьев Садиков Огородов Пасхоного Горы Села Обладают Внутренне Довольно Сложной Структурой Строятся Из разных Компонентов Каждый Из которых Несет Свою Функцию В мусульманских В дагестанских Азербайджанских Селах Особенности Большую роль Играет Годекан Это Пространство Около Мечети Более Или менее В центре Села Там Есть Камни Или Скамьи Даже Деревянные Могут Быть Такая площадка Называемая Годекан Служит местом Сбора Бесед Обсуждений Которые Проводят Между собой Старики Вообще Старшие Мужчины Главы Семей Они там Собираются Они Обсуждают Общесельские Какие-то Вопросы Какие-то Возникающие Проблемы Просто Обмениваются Воспоминаниями Сведениями Когда мы С экспедиции Приезжали То Шли в Сельсовет Ну а Когда Не было Таких Формализованных Сельсоветов То Первым делом Пришедшие В село Путники Если у них Не было Каких-то Кунаков Побратимов Родственников В этом селе То они Шли на Годекан Обращались К старшему Из сидящих Там людей А там Всегда Кого-то Можно было Найти Такого рода Местным Сходом Являлись И Годекан Для Мужчин И Родники Для Женщин На Таком При Обмолоте Могли Встречаться Глава Семей Хозяева Обсуждать Хозяйственные Вопросы То есть В селе Были Свои Системы Коммуникации И Передачи Информации В защитных Целях Между Домами Могли Устраиваться Переходы Или Лазейки Это В частности Характерно Для армянских Сел Но На равнине Они Не могли Быть Укреплены Ну Крайние Дома По возможности Укреплялись Ну Представьте Если Какая-нибудь Шайка Бандитов Врывается Ну Хозяева Защищаются В своем Доме Но Скажем Эти Бандиты Начинают Грабить Между Домами Есть Лазейки Они Недостаточно Большие Чтобы Взрослый Человек В них Пролез Но Какому-нибудь Мальчишку Ему Говорят Беги В соседний Дом И через Него В другой Дом Пускай Прибегают На помощь Если Это просто Маленькая Шайка То Можно Было Вот так Вот Организовать Коллективное Сопротивление Бандитам Одна из Систем Такой Экстренной Коммуникации В советское Время Многие Села Подвергались Перестройке И Села Которые Были Расположены В ущельях На Крутых Склонах Каньонов Ущельей Переводились Наверх На Плоскость Это Позволяло Строить Те дома Которые Мы Видим Сегодня То есть Не Прилепленные Такие К откосу Горы Ласточки Гнезда А Нормальные Дома Квадратные В плане С Дворами Воротами Выходящие На Достаточно Широкую Проезжую Улицу В этом Конечно Был выигрыш Рассредоточение Села А В Гравниных Районах Села Занимало Какой-нибудь Малоудобный Каменистый Холм А Земли Кругом Были Распаханы Но С этого Холма Оно Также Могло Быть Переведено На Более Плоские Земли Преимущественно Понятные Можно построить Комфортабельные Дома С хорошими Дворами Обеспечить Широкие Проезды Обеспечить Общественные Здания Типа Школы Детского Сада И там Подобные Вещи Недостатки Тоже Были Оборонительная Функция Отпадала Уже Бандитов Разбойников В 20 веке Стало Как-то Поменьше А так Конечно Жизнь Стала Спокойнее Обеспеченнее Но С точки зрения Микроклимата Здесь Имело место Как правило Некоторые ухудшения Места Всегда Для этих Старых Сел Подбирались С Оптимальным Микроклиматом Кроме того Сложнее Стало С водоснабжением Когда построили Там Систему Водопровода Артезианские Колодцы Это и вкусные Замечательные Родниковые воды Уже не было Так что Есть потери В микроклимате Есть Довольно Существенные Потери В водоснабжении Компенсируются Они полностью Или нет Преимуществами Мне Трудно Сказать Но Всяком Случа Вылезание Изущения Или Сползание Со склонов На более Ровные Ровнинные Плоские Места Это Характерная Тенденция Передвижения Кавказских Сел В течение ХХ века Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров